Дорнада Энерджи! Дэмэдж! Машина – это высшая награда за линию фронта, которую вы можете получить. Если вы отыграли в течение 8 месяцев в этом режиме, потеяли, орали, кричали и получили доблесть десятую, то вы получаете танк AE Phase 1. Это машина, некий аналог М103, танк, который обладает одной уникальной особенностью под названием бесконечный ремкомплект. То есть он бесплатный и он большой. То есть у вас изначально большая бесконечная ремка, за которую вам не нужно платить. Согласитесь, уже как минимум на старте приобретения этого танка это неплохой бонус, потому что большая ремка, она штатная и она добавляет постоянное действие 15% скорости ремонта модулей. Плюс еще ко всему она чинит абсолютно все модули. Если мы рассматриваем эту машину с точки зрения нагиба, то внешний вид у нее крутой. По идее было бы круто, если бы у нее механика, у этой машины работала так. Если бы одни катки у вас слетают, то по идее танк все равно должен ехать благодаря тяге передним или задним катков. Это было бы нормально, это было бы логично и что-то примерно как у колесников. Но здесь это сплошные гусеницы, так что даже если вы видите, что они сепарабельные, раздельные, то нет, это сплошная гусеница и это лишь такой внешний вид. Эту машину следует сравнивать с М103, а также с конкерером, британским тяжелым танком. Если мы сравниваем эти танки по пушке, то здесь сразу же можно заметить, что у них примерно одинаковое бронепробитие основным бронебойным снарядом, у них одинаковая альфа и почти что у всех одинаковая скорострельность в районе 9 секунд. Тут плюс-минус 3 десятых секунды. Естественно, АЕФС-1 у нас вырывается вперед на целых 2 десятых секунды по сравнению с М103 и 3 десятых секунды по сравнению с конем. Ну, удивительно, удивительно. Также у него углы вертикальной водки такие же, как у коня, минус 10 градусов, а по точности эта машина такая же, как М103. Ну, вот прям вообще один в один. То есть ничего тут особо даже и сказать нельзя. 0.38 разброс на 100 метров, а у М103 0.37. Притом, еще ко всему фейза у нас 2,5 секунды перезарядки, а альфа точно такая же и кумулятив точно такой же. То есть пушка, по сути, стоит такая же, как у М103, только быстрее перезаряжается и хуже по точности, хуже по времени сведения. Однако, если сравнивать это орудие с супер-конем, то здесь сразу же видны изъяны. Разброс аж на 0.5 больше и время сведения на 0.6 больше. И голда у нас здесь, хоть и кумулятив, с одной стороны, это хорошо, потому что на дистанции вы не теряете бронепробитие. Но, с другой стороны, если вам нужно пострелять через заборы, особенно учитывая то, что это 9 уровень, то я бы здесь все же выбрал подкалиберный тип снаряда. Если мы рассматриваем в целом броню этого танка, то, опять же, можно заметить, здесь все вполне себе годно. 292 мм бронирования у башни этого танка, 120 мм у нас лоб. Если посмотреть, то, по идее, лоб пробиваться должен раз через раз, а башня так вообще не должна пробиваться. По мобильности это типичный М103. 35 км в час вперед, 12 км в час назад. Ну, вот вообще ничего удивительного. Дельная мощность, разве что чуточку побольше. Незаметности, как таковой, опять же, у нас нету. Обзор 390 метров. Не буду я вам, на самом деле, зубы заговаривать. Так что, ребят, хочу вам рассказать свои первые впечатления об этом танке. Я еще ни разу на нем не играл. И сразу же буду рассказывать вам в лайв-режиме, в процессе боев, свои ощущения, свои чувства, когда я буду играть на этом танке. И посмотрите, что вы будете испытывать. Возможно, у нас совпадут с вами мысли по поводу этой машины. Итак, отправляемся в первый бой. Вообще, я как считаю, если бронирование этого танка 292 мм башни, оно действительно такое, как указано. Потому что есть у нас уже один танк в игре, бронирование которого вообще другое. Это Т95Е6. То есть номинально там вообще какая-то лютая броня под 300 мм. По идее, башня не должна пробиваться. Но башня у Т95Е6 пробивается. Что же будет у нас с АЕ фейзом 1, пока что непонятно. Выглядит он максимально сексуально. Особенно вот эти вот дробленые гусеницы. Они прям вызывают почет, уважение, настроящий капиталистический танк. Это первый бой. Мы на этой тачке. И, надеюсь, не обосрусь. Блин, надеюсь, получится хорошее. Учитывая то, что я в топе списка, это режим штурм. Блин, ну, режим штурм, наверное, надо было выключить. А то что-то как-то такое себе. Ну ладно, поехали. Попробуем хотя бы в режиме штурм погонять. А то я очень редко играю на пресс-аккаунте. Походу, один раз включил. Но смотри. Стабилизация хорошая. А, я помню, почему у меня режим штурм стоял. Блин. Это мы на стриме играли с сервером. У меня дома. И на урон. Он играет с режимами. Поэтому, ну, я могу вам точно сказать, что стабилизация вроде бы неплохая. Ездит он, конечно, не ахти. Но я думаю, для тяжелого танка это вполне себе ок. Если твоя максимальная скорость 35 км в час. Главное, чтобы он по не своим ходовым качествам, а по своим качествам орудия был более чем ок. Я, честно, вообще не представляю, как играть на этом танке. На этой карте. Это, типа, режим штурм. И что здесь делать? Как здесь воевать? Ну, смотри. Долго сводимся. Закидываем первый снаряд. Вроде бы 402 урона дал. Окей. Давай тогда дальше проезжать. Кеджа на батчате разбивается. Что же он творит? Негодник. Так, и куда мне ехать тут? Прям, вот вообще не понимаю. Как играть сейчас? Этот режим. Штурм. Вообще ничего не понимаю. Вообще, почему тут база стоит? Она прям стоит под ихним респом. Ну, ладно, неважно. Неважно. Давай попробуем все равно поубивать. Так, первый выстрел еще один. Точнее, не первый, второй выстрел мы выдаем. Машина выглядит очень массивной. Реально большая. И я должен сейчас выезжать и на ДПМе просто убивать этого Т-30. По идее, у меня должно получиться. Легко и непринужденно мы его разваливаем пока что. И сейчас, я думаю, уже надо по ФВшечке бахать. Которая 4202. Закидываем еще один выстрел. Играю я полностью на ББшках. В данный момент времени. И закидываем еще один выстрел по борщу. Отлично. Поставил на каток. Надо, чтобы в него еще кто-нибудь шотнул. Ну нет, он не подставляется. Ммм, окей. Давай тогда Т-30 попробуем забрать. Что ли? Нет, не получается мне добить этого Т-30. Т-30 пока на перезарядке. Нужно, я думаю, дальше пушить. И не позволять вражеским танкам агрессивно играть. Выцеливаем здесь задницу ВЗшки. И не хочу я получить от ФВ. Но все равно, увы, вынуждены получить от нее. Да, поставил на каток. Ну смотри, вроде бы ВЛД... Вроде бы ВЛД неплохое. Вроде бы просветы даже даю. И свечу, и весь такой... Дерусь. Но... Знаешь, что меня реально вот напрягает, дружище? Вот, я уверен, ты сейчас смотришь. Меня напрягает медлительность. Для меня он медленный. Для меня он медленный, и это меня бесит. И он достаточно косой. Он все же косоват. Как ты ни крути, но он косоват. Заряжаем лилду. Хочу поубивать эту ВВшку. Не уверен, конечно, что у меня получится это сделать. Но постараться можно. Косоват, косоват он. Давай дальше драться. Разброс, видите, какой здоровый? И не пробивается даже с голды. Что-то как такое себе. Алло, ребята, можно мне, пожалуйста, новый АЕ фейс? Что-то этот как-то поломанный. Не пробивает вообще машины. Не. Ну, по точности так себе. Среднячок, я бы сказал. Я вроде бы и не совсем в пиксели стреляю, а вроде бы все равно как-то слабо залетает. То есть, эта машина конкретно штурмовая. Вы должны приезжать с кем-нибудь в упор и от угла вертикальной наводки начинать перестреливаться. Ну, 2800 уроны я дал, 2300 по разведанным вроде бы тоже есть. Сейчас буду подниматься и убивать объекта 430. Ну, и... Я ничего пока на нем не могу сказать. Ну, вот прям вообще. То есть, я сейчас играю, вроде бы все окей. Башня танкует прям 10 из 10. Ну, мне очень сильно нравится, как башня танкует. Реально. Башня хороша. Башня реально хороша. Влд, я не знаю. Пока я не могу проверить. Еще шот. 4000 урона уже есть. Ну, и буду добивать этого 430. Надеюсь, у меня получится. Отлично. Добиваем 430. И у нас заканчивается данный бой. Ну, все. Добивайте. Давай, добирайте эту ПВ-шку. 4231 урона, 2338 по разведанным и 1080 танканул. Блин, пока по первым ощущениям могу сказать так. Очень медленный. Вот прям вот вообще какой-то, блин, слопочный. Хотя, вроде бы, хорошая удельная мощность. Он должен быть вверткий. Как минимум маневренный. Но динамика? Ух, какая неприятная на нем. Давайте еще один бой сыграем. Ремка. Я пока ее еще не успел заюзать. Вот. И нужно посмотреть вообще, как эта машина будет играться в перестрелках с этой ремкой. Потому что, насколько вы все знаете, 9 уровни ремонтируются быстрее, чем 10 уровни. Я не знаю, почему у нас в игре так настроено. Но конкретно гусеницы у танков 9 уровня ремонтируются в разы быстрее. Я думаю, вы сами могли заметить. То есть, 62-ка какая-нибудь отпускает с катка 54-ку или бачата 9-го, даже 10-го бачата. А вот, удивительно, но другую 62-ку она не отпускает. Ну, это как-то странно. Такая вот фигня у нас в игре. Итак, попадаем мы второй бой на карту Редшер. Это стандартный бой. Поехали, я думаю, направо. Погоняем там. Или же наоборот налево поехать. Поперестреливаться с ПТшками. Может подавить их. Не знаю, как будет правильно. Просто справа я не уверен, что мне будет удобно. Ладно, пофиг. Поехали все равно направо. Будем драться стяжами лоб в лоб. Посмотрим. Особенно учитывая то, что бои без артиллерии. Ну вот смотри. Разгоняется. Вроде бы неплохо, да? Держит свои 35. Но учитывая удельную мощность двигателя в 15, даже в 16 лошадиных сил на тонну, он должен стабильно держать свои 35 км в час. А он их не держит. Он держит стабильно 30. То есть я езжу по сути на каком-нибудь тапке Б. Ну вот как-то так. ББшки здесь приятные. А вот круг разброса, несмотря на то, что стабилизация реально хорошая. То есть для своей максималки стабилизация хорошая. Я могу ездить, ставить на катки, танки на дистанции. Ну сколько здесь? Ну давай, вот 129 метров я могу ездить и ставить на катки. Нет, не могу. На дистанции 80, ну спокойно. То есть, ну, круг реально маленький. Учитывая то, какой разброс. Не падт он девятый, но пойдет. Башня по первому бою танкует неплохо. А дальше сейчас будем посмотреть, как говорится. Так-с. Ну что, на ББшках будем воевать или на голду пересаживаемся? Смотри, углы вертикальной наводки вроде бы есть. Играть тут приятно от них. Так, этот чувак на меня вылетает. И мне его нужно убивать. Я думаю, вообще через низ будем выезжать, его пытаться брить. Забираем. И дальше сразу же откатываемся назад. Через право будем играть. Там, где Новомосковск. Что Новомосковск? Это странный миг. Давай попробуем в НЛД закинуть. Ну, везет пока. Настроение, актер. Ну и них. Вроде бы попал в щеку. Но как-то нет пробития. Т-10 подсвечиваем. Перестреливаемся. Скорпион справа стоит. На дистанции. Закидываем в лайн сразу же туда. И я думаю, дальше будем прокатываться. Да, я знаю, что это опасно. Да, я знаю, что это ошибка. Будет моя, скорее всего. Но я хочу поперестреливаться с этими АЕ фейзами. Поехали к ним. Поближе. Один как раз на перезарядке. Можно попробовать другого продамажить. Катки хорошие. Катки хорошие. Мне только что попали в каток, кстати говоря, и не пробили. Это неплохо. Забираем одного. Вот это вот настроение актера из клана СБУ. Он, видимо, какой-то задрот. Играет, потому что вроде бы хорошо. Выдаем еще один шот. И сразу же откатываемся назад. Главное, чтобы меня не поставили на каток. 1700 урона я уже дал. Да? Вроде бы неплохо. Давай отбортина попробуем отыграть здесь. И пробить его в НЛД. Отлично. Молодец, обиг 257. Все у тебя получилось, сынок. И будем пушить Т-10. Смотрите, ребят. Первая, вторая, третья линия. Уже продавлена вражескими танками. Поэтому здесь сейчас нужно играть аккуратно. Очень долго сходится машина. И вот этот вот американский поджог по немецкому фашистскому танку. Ой-ля-ля. Как же круто. Забираем. И Т-10 сейчас тоже будет умирать. 2470 урона у меня уже есть. Но Т-10 нужно аккуратно забрать без получения урона. Так, забираем его. И дальше откатываемся назад. Нужно, я думаю, возвращаться. И дефить базу. Правда, как мне ее задефить? Давайте подумаем. Смотрите, они будут рашить по первой-второй линии. Заберут пилота. Заберут СТРВшку. Может быть мне вообще в центр карты подъехать? Нет. Но там этот вот АЕ фейс, который остался у них, он мне не даст жизни. Может быть, наоборот, по К-линии поехать, там засесть в домах. Правильно ли это будет или неправильно? Или вообще отсюда подъехать? Но просто мне все равно нужно будет ехать на базу. Как же поступить? Или остаться вот в этом рельефе? Я очень медленный. Приезжать буду сотни тысяч лет. Наверное, все же поехали на К-линию. Мне нужно СТРВшку засаппортить. И там поломать деревья. И скорее всего... А, смотрите, АЕ фейс вернулся. И если кто-то со мной будет перестреливаться, то это... А. Скорпион. Б. Химера. Ц. Центурион. И Д. Чаретер. Мне нужно главное в рельеф заехать и поломать вот эти вот деревья все. Плюс мне еще солнце светит прямо в глаз. Значит, кто-то? Ну, а дальше вы сами уже додумывайте. Ломаем здесь деревья так, чтобы если враги рашили на меня, они ничего не заметили. И они меня не смогли нормально простреливать. Так, хорошо. Вроде бы стоим. ИС-3 уже подъехал. Закидываем в него первый шот. И СТРВшка должна добивать. Красавец. Молодец СТРВшечка. Стандарт Б, если подкатится и подсветит хоть кого-нибудь, я думаю, мы его по-любому взорвем. То есть, если танк стоит вот в этих вот позициях, мы его по-любому взрываем с СТРВхой. Да, вот здесь, смотри, стоит Центурион. Закидываем первый шот. И вот она, точность. Вот он, конечно, большой минус по точности. Танк-то мы все равно взрываем, но... По точности все равно есть определенные нюансы, проблемы. 0,38 разброс на 100 метров, это, конечно, не ахти. Это, конечно, не ахти, мужики. Так, ну, я здесь чисто стою в позиционке. Забираем. И подъезжаем сразу же в рельефчик, чтобы мне не продамажили. Там Скорпион стоит, верно? Верно. Могу ли я поехать вперед под этого Скорпиона? По идее, как бы могу. Но проблема в том, что меня раздамажат как спереди, так и в Бартину. Поэтому лучше всего сейчас будет, наоборот, свалить с этой позиции. Либо же, наоборот, здесь постоять. Либо, наоборот, переехать. Проблема, смотри, какая. В квадрате Г5 никого нет из наших. Если я поеду вперед, меня засветит первый Скорпион. А потенциально он меня действительно первый засветит. То, скорее всего, меня раздамажит Бартину. Это либо Эмиль 1951, либо же Чериотер какой-нибудь, либо же вообще 69-ка подъедет. Поэтому я, наверное, перееду в другую позицию. У меня здесь Исуха есть. Мне нужно потыкать ему, чтобы он переехал сюда. И давай тогда подумаем. Так, вообще можно блайн закинуть в кого-нибудь. Нет, я не попал. Куда-то в землю закинул. Не знаю, попадаю, не попадаю, вообще непонятно. Куда я могу поехать? Вообще, я хочу сейчас через восьмую вертикаль прокатиться туда на рельефы. Но я боюсь, что у меня базу заберут. Но я считаю, надо рискнуть. Тут Скорпион. Ребят, нужен как бы просвет на него. Никто не даст? Я специально не двигаюсь, чтобы меня Скорпион не просветил. Я не знаю, где он стоит. Если он засветит нашего Т-34 и убьет его, то будет как бы плохо. 7 секунд до конца боя. 7 минут еще. 7 минут 7 секунд было. Пытаюсь уехать. Фуловый миль 1951. Честно говоря, вообще без понятия, как правильно сыграть здесь. СУ-130ПМ уже забирают нашего пацана одного. Ладно, давай тогда на голду буду переходить. Скорпион, он на один выстрел у сушки, если она зарядит голду. Так, смотри. Попадание. Закидываем шот в голову. Так, и теперь бы мне его добить как-нибудь. Но я так понимаю, это будет слишком сложно. Поэтому я думаю, правее его возьму. Не буду подставляться под этого костика. Так, отлично, он разряжен. Я могу попробовать его забрать здесь. Не попал. Сразу же откатываемся назад. Нельзя давать ему возможность меня пробить и убить. Отлично, танкуем шот. Сумму СМ, ты можешь его забрать, пожалуйста? Братан, это важно. Надо забрать этого пацана. Как хочешь. Забрать надо. Так, ладно, короче, ждем пока, значит, костика отсветится. И пока я отсвечусь, я буду заезжать сразу же наверх. Так, отлично, я отсвечиваюсь. Заезжаем наверх и будем стараться этого костика забирать здесь. Отлично, прокатываемся вперед. Костик здесь ступит. И мы его забираем. Идеально. Ну бывает Ну че Может затащат Так, ладно Давай тогда кинем приглоз во взвод Своим союзникам, может быть поможем им Затащить бой Что-то я Как-то не ожидал, что так оно будет Здорово Тебе надо вот сюда вот ехать Едь вперед И вот здесь вот справа, слева точнее Тебя вот рельеф, на него наезжай Да-да-да-да И вон слева от тебя вот куст есть Вот прямо едешь и вот эти вот кусты В них заезжай Поможем сейчас пацану затащить бой Ну, бои в лайв-режиме в прямом эфире Ну скажу так, ребят Мне танк зашел Надо будет его еще больше потестить на стримах Но мне пока вкатил Вроде бы неплохая тачка Может, может Может, майот практикует Ну и еще разбивается неплохо Здесь скорпион И чариотер Ну вон, убивай его Хорош Сейчас отсюда вот будет тебя черриотер убивать Тебе нужно либо за дом прятаться Либо вот сюда в лужу едь Лучше в лужу едь и стой Все, один берет базу А второй тебя будет отрезать Через лужу едь Через вот Через под мостом Один здесь был Один вот здесь был И тебе сейчас нужно вот так вот Вдоль домов ехать будет Вот здесь по бугру Вот сюда вот на бугор выезжаешь И едешь Вот так по диагонали прям ездить Блин, надеюсь, он затащит Ну, я ему все правильно подсказываю Они сейчас просто полетят Забивать черриотера Вот так вот они поедут А тебе нужно с внешней стороны Вот здесь вот закрывать Вот сюда вот ездить Вот в эту точку Если ты вот в эту точку приедешь То ты их поймаешь Но он меня слушает Вон, видишь, он где? Хорош Хорош И дальше едь Не останавливайся Да-да-да Все, красавчик Молодец Есть Затащили Ну, я считаю Я правильно сделал то, что помог Вот, ребят Так заканчивается наш второй бой Тоже я нанес 4100 единиц урона И я вам скажу так Мне машина нравится То есть по броне Все чики-пуки Танковать может? Может Бронированный ВЛД? Да, бронированный Бронированная башня Да, бронированная Тяжело пробить танк Да, тяжело пробить танк Если бы я сейчас Чуть-чуть в конце Доиграл бы Получше То, скорее всего Я бы даже мастера взял Но, извините Уж Я разбился Всякое бывает Мне тачка зашла Вот Я считаю Вроде бы Пока что Пока что Это мое первое мнение Первое впечатление Машина Вполне себе Ок Не зря потели Не зря потели Дальше Проверим На стримах Вот Не буду я утверждать Что так оно Действительно и есть Но вот Два боя Я сыграл Всего 4150 урона 2000 Произведанных По-моему Очень даже Здорово С вами был Нерью Ребят Не забывайте Лайк Прожим А также подписываться На канал Господи Вот это я свечусь И до новых встреч Всем пока-пока До дэвидж Субтитры сделал DimaTorzok